Мы с вами закончили разбор первых трёх основных членов символа веры. Они наиболее сложны, наиболее трудно постигаемы, но и не являются неким фундаментом для дальнейшего разбора остальных членов символа веры. Хотел бы ещё раз остановиться на последнем. И воплотившееся от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечееся. Ещё раз напомню, что вочеловечеяние Христа, вочеловечеяние принятие в себя свою личность человеческой природы Второго лица Престой Троицы, Сына Божия, является по космическим масштабам непревзойдённым событием. Даже творение мира несколько ниже, поскольку Бог когда-то мир сожжёт. В этом трагедии, катастрофе, апокалипсисе, и вновь его восстановит. И вот в этот другой мир. И вот сейчас я недавно вернулся из паломнической поездки в Девеево, где мне пришлось там, в самом Девеево, разговаривать с москвичами, людьми, достаточно образованными, средних лет были мужчины, которые задали вопрос, который свидетельствует и о хорошем знании богословия, и одновременно о скудной вере. Вопрос стоял так. А не строит ли Бог ответственность за те действия, которые происходят в мире? Не строит ли Бог ответственность за то, что сатана пал и искушает человека? Отвечает ли Бог за это? Сможем ли мы спросить с Него? Ну ведь вот Ты взял и дал нам искусителя, а вот Он нас искушает, и мы из-за этого и грешим. Вот. И это довольно часто звучит в отношении, я знаю, не очень таких хороших студентов, эгоистичных, которые ставят вопрос так. Я не просил моих родителей производить меня на свет. Но коли они меня родили, ну пусть на меня, это, кстати, отвечают, пусть обеспечивают мое будущее. Нечто в другом плане, тот же самый вопрос поставили эти москвичи. Но раз Бог создал нас, создал вот нас, человеческое сообщество, то Он несет ответственность за то, что Он создал, или Он дальше умывает руки? Ответ очень сложный, но ответ должен быть сам и одновременно простым. Вопрос ставится совершенно некорректно, дико и неправильно. Если мы будем читать Библию внимательно, то мы увидим там, ну, есть такая книга Иисуса сына Сирахова, где написано ответ, дан ответ на этот совершенно дикий и неуместный вопрос. «Проклят всяк, который обращается к своему Творцу, к своему Отцу с вопросом, зачем ты меня создал?» «Проклят всяк, кто обращается с таким вопросом, к Творцу с таким вопросом не обращается. Утюг не обращается ко мне, зачем ты меня купил?» Это не его дело. Между Творением и Творцом пропасть. И Творение, тварь, никогда не обращается с претензиями к своему Творцу. Мы это хорошо понимаем на всех вещах, которые мы создаем. И даже те домашние животные, которые мы пускаем в свой дом, собаку для охраны дома или кошку, чтобы ловила мышей, они к нам не обращаются с вопросами, почему вы так о нас мало или заботитесь. Это то, что мы приобретаем, пускаем к себе, для того, чтобы это нам служило. И поэтому, когда вопрос ставится вот так, как поставлен был этими москвичами, это совершенно дико и неправильно. Нельзя, повторяю, обращаться к Творцу с вопросом, зачем ты нас создал. Это не дело твари. Творение, как мы сказали, имеет только одну обязанность – служить своему Творцу в рамках его воли. Последнее надо подчеркнуть – в рамках его воли. Не так, как я считаю, что я служу ему, а в рамках его воли. Еще буду напоминать неоднократно, что понять волю Творца надо расти до того уровня, когда он нам эту волю откроет. Бесполезно, простите, школьника первого класса решать сложную математическую задачу. Но можно сказать о том, что я надеюсь на то, что когда ты вырастешь, я дам тебе некую задачу и ты ее должен решить. Тогда задача – расти в области математики, чтобы дойти до того уровня, когда эта задача может быть им решена. Как и отвергнуто, что я не буду ее решать. Это тоже право этого школьника, человека. Но когда мы не растем духовно, но в то же время предъявляем Творцу некие требования, а почему так плохо живем, а почему с нами нечто не то происходит, что нам кажется несправедливым, это вот то, что тюк ропщет на своего хозяина, что он его не так использует. Вот повторяю, это, к сожалению, происходит очень часто, особенно в студенческой среде, где мне приходится служить. Это вот эгоизм, непонимание пропасти между Творцом и Творением и предъявление неких Творцу или слова «Бог у меня в душе», что означает в переводе на простой «я сам себе Бог». То есть я сам себе устанавливаю нравственные правила, сам их выполняю и сам им ставлю, ввожу оценку. Это та дикость, к которой мы сегодня пришли. Потому что если мы признаем Бога Творцом, то дальше, повторяю, наша задача только служить Ему, и не просто служить, а пытаться служить в рамках Его воли. Для этого нам дано учение, для этого нам даны таинства, для этого нам дана помощь и благодать Божия, и понимание, что Бог есть любовь, и служим мы тому Творцу, который лицетворяет понятие «любовь», бесконечную тайну, к которой мы только можем приближаться. Потому что если Бог не есть любовь, служить действительно трудно. Но если Бог есть любовь, если я понимаю, что Тот, Кто меня сотворил всеми силами, Своей воли желает моего обожжения, моей святости, а моя задача, возможно, я не понимаю тот путь, который мне предначертал Бог, но в то же время я иду, веря в то, что Он этого желает, тогда всё-таки всё становится гораздо проще и легче. Но мы же сегодня, воспитанные, впитавшие западный образ жизни, желаем, чтобы всё было хорошо, забывая, что Христос, вращаясь с нами на последней вечере, говорит, «Скорби будете иметь в мире». Христианство по существу единственная религия, в отличие от остальных, которая предупреждает нас, что мы скорби будем иметь в мире. И только через скорби мы можем обретать святость. Скорби может быть разными. Мы помним, что Бог не даёт непосильного креста. Но когда мы совсем бежим от скорбей, тем самым мы не желаем своего обожжения. Ибо мы понимаем, что через скорбь мы делаем сильным своё тело, через скорбь мы поднимаем свой интеллект, через скорбь мы достигаем профессионального ремесла певца, пианиста, скрипача, или просто человека, который владеет, скажем, хорошо топором, умеет хорошо строить. И это не получается просто так. Для этого нужно многое тяжело трудиться через скорби. Но как только дело касается духовного состояния, духовного атмосферы вокруг нас, мы требуем и кричим о том, что коль мы ходим в церковь, мы стараемся выполнять заповеди, то крест нам не нужен. Но без креста не будет возохождения духовного. Ибо чем выше мы идём, тем более любая гора, чем выше поднимается, тем труднее. И, безусловно, духовное возрастание влечёт за собой всю скорбную тяжесть креста. Это совершенно понятно. Чем выше нравственней человек, тем труднее ему в этом мире. Потому что то, что мир возле лежит, мы это видим, и переносить это зло бесконечно трудно. В человечестве Христа сопровождается распятие. Мы сейчас к этому перейдём. И повторюсь, что те страдания, которые преодолевал наш Спаситель, они не сравнимы с человеческими страданиями. Ибо безгрешная природа человечества Христа, безгрешная, Он воспринял всю человеческую плоть, кроме греха, подвергается невероятному разрыву через смерть. Бог мог и не умирать. Он умирает добровольно, для того, чтобы, мы говорили с вами, спасти всех людей, которые умирали и шли в ад. Не было таинства покаяния, не было благодарности в Святого Духа очищающую душу. И поэтому любой человек, даже пророки, даже праведники, совершая тот или иной небольшой грех, очиститься от него не могли. А Бог не касается ничего греховного, и даже малейший грех, который был совершён тем или иным праведником, оставался на вечном его душе. Мы иногда не понимаем, какой нам дар покаяния и очищения Святым Духом. То есть мы можем очищать свои грехи. Это тот великий дар, который многие так и не используют. И вот повторюсь ещё, когда все умершие были в аду, и Христос умирает, то его человеческая душа восходит в ад, разбивая оковы, и выводит всех, кто идёт за ним. Там мы сегодня будем разбирать. Господь проповедует три дня, проповедовал в преисподней. То есть там не просто выход, а ещё Господь призывает всех. Наверное, и жителей Содома и Гамора следовать за Ним. Что прощаются все, потому что не было, повторяю, вот ответственность Бога перед нами. Поскольку не было благодати Святого Духа, поскольку все язычники, рождаясь в стране язычников, невольно подчинялись этим языческим законам, вот здесь всё, всех прощается, и все приглашаются выйти из ада. И повторяю, что это проделает не божественная природа, это делает человеческая природа Христа. То есть Бог, как Бог, над дьяволом никакого насилия не производит. Освобождение из ада происходит человеком, человеческой природой. Личность, второе лицо, Пресвятой Троицы, но его человеческая природа, и его человеческая душа восходит в преисподней, и всех выводит. И вот теперь есть интересный вопрос, который наверняка, ну, он учил меня, например. И вот эти москвичи, опять же, мне задали вопрос. Мы знаем, что Бог при втором пришествии сатану убивает. Дуновением уст своих сатана будет поражён, и зло уйдёт из мира. Никогда не задавались вопросом, почему Бог не сделал это сразу? После того, как Деница пал, Бог мог его уничтожить, и тогда человек бы пришёл в мир, где зла нет. Никто бы Еву не искушал в райском саду, и мы с вами могли бы ну, вести ту жизнь, которая была предназначена нам. Вот этот вопрос, не знаю, меня он мучил всегда, например. Почему Бог оставляет зло в мире, и мы приходим в тот мир, где мы защищены от зла в райском саду, но при этом зло может на нас воздействовать, и мы можем соблазниться этим злом. Повторяю, выбор нарушения заповеди Божьей Евой это выбор человека, свободный выбор, свободная воля, образ и подобие Божьи, это в том числе и обладание таким даром, как свободы. Так вот, почему же Бог не уничтожает зло сразу, а даёт возможность остаться в мире до Второго пришествия? Вопрос, на который церковь не даёт ответа. Есть отдельное мнение святых отцов, отдельное мнение богословов, и так далее, и так далее. Вопрос, наверное, который должен во многом мучит нас. Вот эти москвичи, собственно, не предъявляют Богу некие претензии, но вот ты бы уничтожил сатану, и тогда, и тогда бы мир шёл по другой истории. Почему же ты её оставил? Здесь очень ответа, повторяю, чистого догматического ответа нет. Я попробую вам изложить версию, которая нравится мне. Как и любой, но, повторяю, это не учение церкви, это мнение просто отдельных богословов. Давайте представим, что Бог бы уничтожил сатану после его падения. Это происходит где-то в первые, вторые божественные дни творения. Итак, мы с вами лишены возможностей, мы тех, как мы росли, появляемся в райском саду, нас никто не искушает, и мы начинаем возрастать, помним, да, мы должны призваны возрастать до Бога. Мы обоживаем Землю, обоживаем космос, все планеты, мы поднимаемся всё выше, всё более, что нас ждало на других планетах, какие секреты, как мы могли познавать Творца, ну, по творению, да, художник познаётся по произведению. И в этом плане, поднимаясь, изучая мир, преображаясь, с помощью Божьей всё выше и выше, мы должны были вырасти выше всех ангелов, как Богородица поднимается выше хирургом и Серафимов. И вот, давайте представим всё человечество, ну, которое рождалось, поднялось до этого уровня. Скажите, пожалуйста, но при этом вот эти люди, которые живут в райском саду и обоживают весь мир, могли совершить сомнительный подвиг Люцифера и нарушить заповеди Божии? Конечно, могли. То есть, никто нас не захороняет, и мы могли бы, возрастая до бесконечности, набравшись огромных духовных сил, став духовными исполинами, могли бы совершить этот страшный грех при слушании заповеди Божии, выйти из поведения Богу. Представляете, какая катастрофа бы была? Это не то, что мы на Земле остались. Весь тварный космос был подвержен страшному катастрофе, когда твари, не просто твари, которые выросли выше ангелов, набравшись духовных сил, выходят из поведения своему Творцу. Поэтому Бог не препятствует злу. Я думаю, опять считаю, это не мнение церкви, это мнение отдельных богословов, которые мне близко. И поэтому Бог оставляет зло в мире как потенциальную возможность человека приткнуться и уйти из поведения своему Творцу. Но вот вы знаете, мне кажется, в России больше невозможна революция. Почему? Потому что пройдя три или четыре, я вообще не знаю, сколько там считать, революции, мы настолько поняли, как это ужасно, что любая, мы готовы терпеть всё и вся, и унижение, и голод, и холод, и страдания, но только не надо революции. Хватит. Мы уже сыты вот этим. И вот мне кажется, что человечество, пройдя вот этот семь с половиной тысяч лет исторический путь, когда она не подчинялась Богу, настолько поймёт, как страшно не подчиняться Богу, что когда Бог через вот эту катастрофу апокалипсиса уничтожит мир и создаст другой, где не будет зла, и призовёт нас в тот мир, нам в голову не придёт совершать вот этот сомнительный подвиг, выйти из поведения Богу. Ну, я говорю, как мнение, понимаете, да? Что вот, возможно, поэтому такая история ждёт всех, и мы, переживая эту историю, в общем-то, творим вот то будущее, то будущее, где не будет места страдания, будет место только служения Богу и возвышения. Поскольку, повторяю, если мы уже знаем, что такое, а не слушаться Бога, мы увидим эту великую историю, которую мы пережили, всё более низко опускается, но кто поднимается, кто опускается, и в конечном итоге мы сегодня подошли к краю этой пропасти, потому что то, что происходит сегодня, не подаётся никакому, я не знаю, даже никакому логическому объяснению, хотя бы из любви к себе, из любви к своим детям или к будущему своего рода. И в то же время есть люди, которые ушли из этого мира и которые требуют нашей духовной помощи. Вот так жить, как живём мы сегодня, как будто Бог есть, а как будто его и нет, как будто Бог – некая служебная функция, к которой я прибегаю в каких-то критических ситуациях или когда у меня, ну, просто есть время и желание, вот это не творец. Это некое, повторяю, ну, как у нас есть там больница, есть скорая помощь, есть пожарная команда, есть служба там психологической поддержки, вот нечто подобное они превращают сегодня в нашу церковь. Это не источник таинств, не дом Божий, где благодать Божия присутствует особо к образом. Повторяю, всё происходит, как некая вот служебная, не знаю, институт, которым надо пользоваться для удовлетворения своих потребностей. Когда я вижу людей, которые плачут время от времени в церкви, но выходя, возвращаются в светский образ жизни, вот чувствуется эта мелкая, не глубина души, да, мелкий сосуд души, который эмоционально готов, а вот стоит только прийти испытанием и всё рушится. Давайте вспомним, когда Господь говорит, вышел сеять и сеять, да, это место, зёрна упали при дороге, исклевали птицы, зёрна упали на сухую почву и засохли, зёрна упали там, где плевелы, и они возвращались, заглушили, и только мало зёрен упало на добрую почву и принесли плод с торицей. Вот, что такое плевелы? Это когда человек принимает Слово Божие, воспринимает Евангелие, но входит в мир и соблазны, которыми он окружён, а сегодня эпоха соблазна, вот с ней конкуренцию человек не выдерживает. Вопрос в другом. Почему, зная, что ты не выдержишь эту конкуренцию, ты идёшь в это сообщество, блажен муж и жени и геносоветник и честивых. Если ты знаешь, что ты склонен к пьянству, то чем ты идёшь туда, где общество пьющих? Наверное, надо уйти из этого общества, удалить себя, уйди из зла, сотворишь благо. Если ты знаешь, что вот компьютер тебя засасывает, что ты всё время будешь сидеть у него, ну, родители, уберите компьютер. Ну, сказать, я буду работать, а ты не работай, потому что ты. Подайте пример, что человек может жить без компьютера. Если ребёнок не может оторваться от сериалов телевизора, значит, надо убрать телевизор. Если вы любите ребёнка, для него, для вас это соблазн посильный, вы можете выключить, а для него непосильный и любящая мать, повторяю, конфеты не запрещает, она их прячет. Они не должны быть на видном месте, но положив конфеты на видном месте и сказать, не ешь, это жестоко. Это как раз проявление нелюбви, эгоизма. Да, не каждый несёт, не у каждого есть духовные силы, не каждый несёт крест борьбы с соблазнами, но если этот ребёнок под вашим попечением, ну разве трудно отказаться от компьютера, от интернета, именно, чтобы поставить на первое место, ну, скажем, вот, чтение, учёбу, какие-то труды по дому, ну, когда, повторяю, ребёнок сиденье-ночь сидит там, когда они сидят друг против друга, но рассказывают, ну, я сам это вижу, переговариваются с помощью смс, но это уже нечто деградирующее, и мы, видя это, разводим руками и говорим, а что делать? Любить своего ребёнка. Учиться любить своего ребёнка и вместе с ним страдать и преодолевая те соблазны, которыми мы сегодня окружены. Так вот, подчеркнусь, Бог проявляет удивительную ответственность, призывая нас в мир и заботясь о нас. И то, восприняв всю человеческую природу, кроме греха, то есть Христос страдает и от холода, и от голода, и от жажды. Ну, вспомним, он жажду на кресте возле Христа. Он искупает вот тот грех, который рождает человечество, ту бездну греха. Вот давайте поймём, зло как живой организм. Если мы пришли и разломали в доме все там строения, всю мебель раскидали, если мы вошли в этот дом, то нам надо всё чинить. А мы чинить отказались, разломав дом Божий за пять с половиной тысяч лет, когда сын человеческий приходит в мир. И вот, чтобы всё починить, по правилам, по которым Бог создал мир, нужно жертвенное служение Богу. И поскольку человечество отказывается от этого служения, Бог делает это за нас, предоставляя себя в жертву и восстанавливая тем мир, когда мы снова для Бога доступны. Когда мы можем уже видеть Бога, слышать Бога, разговаривать с Богом, и главное, можем впитывать благодать Божию, которая нам возвращена. Повторюсь, что никто не знал, как Мессия пришедший будет спасать человечество. Но я нарисую ещё раз, чтобы мы навсегда напомнили это своё воронство. Когда тело сверху. Как можно? Если раньше благодать Света Годуха была сюда, то она сейчас закрыта вот этим и вот этим эмоциями, музыкой. Кстати, вот сегодня посмотрим, когда мы смотрим на соблазны, то не только плотские, а сколько душевные соблазны стоят гораздо выше плотских. Если мы вспомним древний мир, там всё-таки пьянство, плотский грех, различные гладиаторы, какие-то более жестокие развлечения, то сегодня утончённое развлечение рок-музыкой, на мой взгляд, спортивные состязания, бескровные и так далее, всё более тонкие интеллектуальные игры. Тоже, что, где, когда, которые превратились в казино. Вот интеллектуальные и спортивные соблазны, как написано в протоколах сионских мудрецов, сделаются главным наслаждением мира, так оно и есть. Те же вот интеллектуальные споры в шоу, которые привлекают массу, миллионы людей, но где не ищут истины. Повторяю, когда ищут истину, можно сказать, вот согласно доктрине Корана, вот это так, согласно доктрине Евангелия, это так, согласно доктрине буддийских верований, это так, согласно философским учениям, это так, то когда все орут, говорят, что я считаю вот так, ничего не говорят, а что стоит за моим мнением, то это просто шоу. Шоу, которое не ищет истины, а которое просто, ну, показывает самость, эгоизм людей, я не знаю даже, ну, спесь, тщеславие, показать, какой я умный, но никак не приводит нас к истине. Потому что мы никак не можем сказать, что согласно воле Божьей мы тут помолились вместе, долго, несколько месяцев, и Бог открыл нам, что вот, ну, по украинским событиям, вот такое правильное действие. Теперь вопрос стоит, как эти действия делать, ну, по какой методике, воплотить волю Божию, как примирить эти вооружающие стороны. Однако сегодня, повторяю, вот это никого не волнует, главное сказать, как я считаю, как я думаю. И вот это, повторяю, это все более одичавшее состояние духовное людей продвигает нас к апокалипсису. Мы это чувствуем, видим, отступление, но ничего, но сделать ничего не можем, очень трудно. Вы знаете, передожди к неким мелочам. Я даже вот, сегодня, я иногда не понимаю людей, которые пришли в церковь и честно пытаются стать верующими. Ну, ясно, что это очень трудная работа духовная и трудно стать сегодня, ну, духовно грамотным, духовно развитым, духовно образованным человеком. Но в то же время знание, это никак, ведь знание надо употреблять в практические действия, да? Если я знаю, но при этом, ну и что, я знаю, что вот надо так, но делаю наоборот, это некий двойной грех. Знаю, но не делаю. И Христос предупреждает, что если бы Он не приходил, не совершил тех чудес, которые Он совершил и которые видели все, то вот они бы и меньший грех имели. Но поскольку я пришел, все это сделал, выполнил все пророчества, которые были о Мессии, и они это видели, но не приняли меня, то не имеют прощения. Это говорит в адрес руководителей еврейского народа. И вот давайте посмотрим на нас с вами. Мы же четко понимаем, что есть какие-то правила, но Евангелие ведь все не напишешь, правильно? Есть какие-то мелочи, которые подразумеваются сами по себе. Я часто не очень понимаю, но сейчас вот в адресе женщин скажу косметику. Я, ладно, еще, ну ладно, как-то там 14-15 лет, девочка, хотя вот очень хорошая, не помню у кого, из наших современных богословов написано, что в 14 лет девочка начинает наносить боевую раскраску. Ну, это как индейцы, когда им исполняется совершеннолетие, когда им разрешают создавать семью, он должен обидеться ему индейскому племени, что он готов для создания семьи. Ему отец, там все по послушанию. Вот он надевает боевую раскраску, выходит на гору, кричит, ну и все, племя понимает, что вот это потенциальный жених. Но для этого надо вот надеть раскраску, и вот девочка, когда она начинает наносить боевую раскраску, как бы говорят, что она готова, чтобы за ней ухаживали. Ничего более этого не говорить. Ну, ладно, это ребенок, но когда я вижу взрослых людей, я спрашиваю, вот такой, простите, идиотский вопрос, а вот зачем? У вас есть семья, есть муж, есть дети, они вас видят в жизни, вот вы для кого краситесь? Для Бога, Богу важно состояние души. Я часто вижу, когда подходят к кресту и начинают вот стирать, или я начинаю, ну, вот косметика, вы для кого сделали, чтобы отвлекать прихожан, видели, какая вы? Потому что, ну, это несколько, но он ценит, да, прийти в храм накрашенным. Это, извиняюсь, не вот как прийти на балы в непристойном костюме. Вы для кого? Вы красивым хотите быть? Этот выйдя за храм, ну, ладно. Ну, в храме-то зачем это? В храме зачем краситься? Когда нужна душа, состояние души, умение общаться, умение молиться, умение как-то участвовать в общем соборном действии. И вот в этом, мне кажется, косметика только отвлекает. Мало того, у вас, как там ничего, все хорошо, но и окружающих людей. Уже не до молитвы. У кого-то вызовет осуждение и справедливое, у кого-то вызовет зависть, ух, какая красивая и так далее, и так далее. Мы понимаем, что мы являемся соблазном, конечно, и для многих, как с одной стороны, так и с другой стороны. И соблазном должны прийти в мир горя тем, через кого соблазны придут. Казалось бы, четко написано, прописанное в Евангелии тема соблазнов. Горя тем, через кого они придут. Если нам кажется, что этот соблазн небольшой, напрасно. Мы можем вывести одну душу, губить его через этот соблазн, а последствия, откуда мы знаем. Кстати, именно поэтому мы прощенное воскресенье просим прощения друг у друга, потому что мы не знаем степени своей греховности. Мы не знаем, нам не удано предугадать, чем наше слово отзовется. Вспомним Тютчево. То есть, если я накомил кому-то, ну, просто плохое настроение было, а этот человек, который, ну, раздражился вследствие того, что его оскорбили, пришел домой, наругал ни за что ребенка, а ребенок от злости, выйдя на улицу, побил сверстника, то виноваты, в общем-то, мы, которые родили эту цепь зла, которая пошла, усиливаясь, и поэтому мы не знаем, вообще, какую ответственность мы несем в мире за зло, которое, возможно, мы совершили походя. Нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. И повторюсь, вот, мне всегда, когда говорят, ну, как это вы просите прощения у незнакомых людей? За нелюбовь, за неумение любить так, чтобы не совершать зла. За это и просим прощения у всех. Так вот, повторяюсь, мы сегодня с вами живем в том мире, когда вот по причине беззакония во многих охладеет любовь, и давайте поймем, что все начинается даже с мелочей. Уж мелочь-то не трудно воплощать в жизнь, но когда и это не делается, и причем, вот, нашим детям ведь можно объяснить, когда надевают непристойную одежду, ну, скажем, вот, очень короткую юбку, у вас красивая фигура, вы решили показать ее окружающим, к вам подошел человек вот к этой красивой фигуре, вы что от него дальше ждете? Ему наплевать на вашу душу, на ваше интеллектуальное состояние, ему нравится ваше плоть. Так надо понимать, что сказать ребенку, что чем больше ты закрыт, тем более порядочный человек к тебе подойдет. Ну, с духовной точки зрения. Не надо открываться никому. Это просто, и знаете, сколько людей, особенно мужчин, сегодня ходят и каются в глазном блуде. Это подавляющее большинство, которые идут, и они приходят на исповедь, говоря о том, что вот не могут удержаться от плоских грязных мыслей. Ну, соблазн подают именно те, кто непристойно одевается. И они не понимают, что они грешат, и грешат тяжело. Соблазны должны прийти в мир, горе тем, через кого они придут. Поэтому, когда мы с вами разбираем символ веры, разбираем духовные законы, вот только на основе этого символа веры, а у нас догматическое богословие, это огромный учебник, можно сделать очень много выводов и принять к сведению, какие действия можно делать, какие нельзя. Ну, давайте перейдем к лекции. Следующий член символа веры, четвертый, распятывая жены при понтийском пилате и страдавшая и погребенная. Распятывая жены при понтийском пилате и страдавшая и погребенная. Несколько слов о самой форме казни, распятия. Она пришла из Северной Африки, впервые о ней упоминается в городе Карфаген, эта казнь применена. Это был один из самых бесчеловечных способов умерщения человека. В самом Риме казнь через распятие могла быть в Римской империи по отношению только к преступникам и иногородним, и иноверцам. То есть римские граждане не подлежали этой позорной казни. Почему апостол Петр был распят, а апостол Павел усечен мечом, он был римский гражданин, и распинать его просто не имели права по закону. Очень часто этот способ казни применялся к мятежным варварам. Вы знаете, что римская экономика была построена на труде рабов, и рабы, вспомним восстание Спартака, часто восставали, и поэтому для назидания всем остальным рабам было показано, что ждет того, кто восстает против правителя Рима. окончательный индустрия отменяет только император Константин, когда госсихристианство становится государственной религией. Но хочу вам напомнить, что апостол Петр просил распять его вниз головой, считая недостойным принимать смерть так, как принимал ее спаситель. Именно по его просьбе его распинают вниз головой. Особенно эта казнь была мерзка, если иудеев в них во второзаконии, то есть в тот момент, когда Моисею Бог дает закон, по которому должен жить еврейский народ, было написано «Проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве». Ибо поэтому они настаивали именно на распятии Христа, как страшного богохульника, как им казалось, человека, который попирает духовные законы. Проклят всяк на дереве висе. Проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве. Именно апостол Павел поэтому говорит, что проповедь о распятом Боге, о распятом Христе это для иудеев соблазн, а для эленов безумие. Для иудеев не мог быть. Они хотели, чтобы вот это воспоминание осталось навеки. Когда они понимали, что история будет так или иначе говорить о Христе, им хотелось, чтобы их потомки не могли воспринимать его как того обетованного Мессию, потому что раз он на дереве повешен, а по согласному законам иудейским проклят всякий человек, значит, это точно не Мессия. Потому что если бы был Мессия, Бог бы не допустил такой позорной казни. как Бог сам дал закон, что проклятсяк повешенный на дереве, и Бог своего сына может, да, вот такова цена любви Божией, который проводит своего сына через самую позорную, унизительную смерть, которая считается проклятсяк на дереве повешенным. Тот крест, который несет Спаситель, да, и знаете, вот еще один момент, я хотел бы, чтобы мы это особо подчеркнули. Когда, да, Великий пост, только во время Великого поста ежедневно вечером читается, на повечерии читается молитва, которую я очень люблю и которую читаю, особенно в критических ситуациях. Она звучит так, непобедимая и непостижимая и божественная сила честного и животворящего креста не оставит мя грешного или грешного, в зависимости, кто читает. Непобедимая и непостижимая и божественная сила честного и животворящего креста не оставит мя грешного. Что здесь удивительного в этой молитве? Непобедимая. Почему? Мы говорим, что тайна крест непобедим. Здесь надо хорошо понять, что если вот является перед вами ангел, а помните, апостол Павел говорит, что и сатана может принимать вид лучезарного ангела, какое бы явление перед вами не появилось, НЛО, вид какого-то святого или какого-то чудесного явления, что надо делать прежде всего, когда это появилось? Перекрестить. А еще что? Перекрестить его. Вы можете перекреститься, не тронь меня, но оно никуда не... Но если вы перекрестите его, то оно, если это сатанинское, обязательно исчезнет. Почему дьявол не выносит креста, это тайна. Но что дьявол не выносит, это точно. Если вы крестите зло, то это зло так или иначе себя тут же расшифровывает. Какой бы вид оно ни приняло, он может зриться в виде ангела. Не надо сразу впадать в некий религиозный экстаз, прежде всего креститесь сами и крестите объект, который так или иначе перед вами явился. Это как обязательно, потому что очень многие, мы знаем это из жития святых, впадая в некий тщеславный восторг духовный, вот забывали это и дьявольское искушение принимали за явление Божие. Непобедимое. То есть тайна креста непобедима. Если мы крестим, то мы четко знаем, что мы побеждаем. Непостижимое. А вот почему Бог умирает на кресте? Скажем, не на колесе. Колесо – это символ вечности, да, круг – символ вечности. Вот это загадка. Почему именно выбирается крестная смерть, непостижимая и божественная сила? Вот, повторяю, тайна креста непостижима. Очень многие богословы пытаются эту тайну разгадать, но как все мы стремимся, наша любознательность не имеет границ. Говорят, что крест соединяет три сферы, значит, землю, воздух и небо. На кресте руки, как бы, Христос обнимает все человечество. Это можно много говорить об этом. И это отдельная тема, и можете почитать, почему, ну, есть только, представляю, богословское мнение. Это не учение церкви, а многие богословы рассуждают, почему выбрана именно крестная смерть. Но в конечном итоге мы должны сказать, непостижимая божественная сила, честная, животворящая креста. До конца тайна креста человеческим разумом непостижима. Почему выбрана крестная смерть, почему выбран именно крест, мы с вами не знаем. Хотя, повторяю, ну, любопытство наше не имеет границ. Были разные кресты. Был X-образный крест, Андрейский крест, был T-образный крест. Христос распят на кресте восьмиконечном. Это помните, да? Да. Почему это наклонная? Почему нижняя перекладина наклонная? На неё опирались ноги распятого. Это давало некое облегчение. Повторюсь, чтобы мы знали, когда Христос распят в пятницу, а наступает субботний день, день великий, Пасха, и понятно, что в субботу ничего делать нельзя. Поэтому иудеи просят Пилата разрешение снять с креста до заката солнца, потому что хранить можно было до заката солнца. И вот когда приходят воины, им дано указание снять с креста, но не живых же, они перебивают голени. Для чего они перебивают голени? Разбойникам. Потому что когда перебивают голени, опоры нет, и человек просто задыхается. В считанные минуты он задыхается, потому что всё, тело провисает, опоры нет, ноги перебиты, ну и человек умирает в считанные минуты. Но когда они подходят к телу спасителя, они видят, что он уже умер, и не перебивают, но проверку делают, и сотник бьёт копьём в бок. То есть если человек умер, то вместе с кровью должна вытечь и вода. И мы это читаем у апостола Иоанна, что вместе с кровью вытекает вода, что свидетельствует о его смерти. И тогда костью да не сокрушится, как мы помним в пророчестве, и ноги ему не перебивают. Распятая жены при понтийском Пилате, и страдавшая погребенная. Но мы помним семь слов, семь фраз, которые Христос говорит с креста. Семь слов, я не буду их напоминать, хотя мы должны помнить, что в последнем своих словах Христос проявляет удивительную заботу о своей матери, обращаясь к апостолу Иоанну, себе мать твоя, жену себе, сын твой. Он говорит, жажду, помните, да? И, наконец, самая тяжелая, отчаянная фраза, Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил? Я вам говорил уже, что в последнюю неделю, страстную неделю, Бог не творит чудеса. Кроме засохшей смоковницы и исцеления раба, которому апостол Петр отсек ухо, больше ни одного чуда не совершается. Вот в киносе все больше человеческая природа Христа как бы проступает в нем. Он умаляет сам свою божественную природу, на первое место выставляет свое человечество. И вот это человечество, безусловно, страдает. Огромные страдания происходят на кресте. И вот, Боже мой, Боже мой, вскую меня оставил. Это состояние богооставленности, которое переживает каждый из нас. Поверьте мне, что это очень тяжелые минуты, но я сам переживаю, знаю их. Надо понять, что в этот момент надо найти силы их пережить. Потому что, когда благодать Божия тебя оставляет, когда ты остаешься один на один силами зла, это хорошо проверка, а кто ты на самом деле? Когда говорят, ну почему же Бог меня оставляет? Во-первых, ненадолго. Потом, ну если ты ведешь себя так, как вот царь мира, когда тебе Бог и не нужен, ну когда Бог оставляет человека. Это, особенно для верующего, непередаваемые страшные минуты, когда мы их испытываем, когда вот все рушится внутри, пустота, отчаяние. И это просто надо понять, вот что значит ад, что значит жить без Бога. И не надо бояться этих минут, их надо просто правильно воспринимать и правильно переживать. В эти тяжелые минуты богооставленности надо уметь найти силы молиться Богу. Даже, повторяю, когда ничего, и молитва не идет, вот надо найти, заставить себя, так или иначе обратиться к Творцу. Это единственные невинственные минуты. Их надо постараться сократить, но все зависит от того, насколько мы сумеем в этот тяжелый момент богооставленности обратиться к Творцу с молением вернуть Божию благодать на наши души. Но, повторяю, но когда это происходит с нами, ищите силы. Вот самоубийцы – это те люди, которые в этот момент не ищут помощи Божией, а идут до конца, не понимая бессмысленности своего поступка. Потому что, почему человек лезет в петлю? Ну, душа болит. Болит настолько невыносимо, что жить не хочется. И вот тогда, когда он думает, что сейчас вот после этого все закончится, ничего не закончится. Вот это состояние горящей, больной души уходит в вечность. Если здесь на земле есть что-то можно исправить, у нас же есть тело, попросить прощения, исправить там ошибку, или наоборот, так или иначе, что-то сделать, искупающее вину, искупающее вот эту боль, то после суицида уже ничего нет. Собственно, мы вламываемся в небесное царство, когда нас туда не ждут, не звали, не пускают, а мы вламываемся через форточку и говорим, нет, мы пришли, принимайте нас. Вот почему за суммой не болятся, потому что они нарушают волю Божию. По воле Божией надо еще жить на земле, делать что-то согласно воле Божией. Нас не просто воля Божия не интересует, но мы прекращаем свою деятельность, говоря о том, что все, хватит, мы больше здесь не хотим быть Господи, и нас Твоя воля не интересует, принимай нас в своем царстве, куда мы пришли без спроса. И посему, повторяю, это страшный грех суицида, как бросание креста, собственно, то, что Адам делает в раю, бегание креста, страшный грех, и посему за самоубийцей не молятся, как за людей, добровольно отказавшиеся служить Богу, выполнять волю Божию. Теперь распятого зоны при пантийском пилате. Это иногда задает вопрос, а почему в главном догмате православной веры, главном, ну, гимне нашим, звучит фамилия, имя человека, который отдал Христа на казнь, который совершил страшный грех разрешения богоубийства. Это очень достаточно тяжелый вопрос, который мы с вами должны хоть немножко рассмотреть. Но мы помним, что Пилат пытался спасти Христа. Он понимал его безвинность, он понимал, что иудеи хотят убить его из зависти и всеми силами пытаются его спасти. Напоминаю вам, что бичевание, на которое он отдает спасителя, это попытка спасти, поскольку по иудейскому закону дважды за один грех не наказывали. И когда он выводит Христа после бичевания и так говорит «все человек», что вот подлинный человек, он все-таки слышит крик «распни его, распни». То есть они нарушают свои же законы, и Пилат пытается возразить, ну, как распну? Во-первых, он наказан, царя ли вашего распну? И вот тут слышит ответ страшный, нет у нас царя, кроме Кесаря. Толпа под руководством еврейского начальства отказывается от своего Творца, от Бога. Она говорит вслух о том, что они считают своим царем Кесаря, римского императора, тогда был Тиберий. Это публичное отречение от Бога. И как они добиваются исполнения своего решения? Хотя Пилату приходит жена, вернее, через посланника жена передает, что она во сне много пострадала за этого праздника, не делая ему зла. То есть со всех сторон он предупрежден, что не надо делать зла, и жена просит, и он понимает бессмысленность этого убийства из зависти. Ну, что добивает его, помните, да, когда иудеи кричат, если ты его не казнишь, ты не друг Кесарю. Этот человек делает себя царем, а у нас один царь, император. То есть этот человек делает себя равным императору, и если ты сейчас его не накажешь, то мы доложим Тиберию, что ты вот таких самозванцев держишь на территории своей области, а значит не миновать беды. Пилат и так не на хорошем счету Тиберия, и значит он лишается должности, всех льгот, власти, и вот это срабатывает. И тогда испугавшись, он подписывает смертный приговор. Хотя он сам Христу говорит, когда он задает ему вопрос, он сам говорит, не знающий, что я имею власть тебя помиловать и тебя отдать на казнь. Он признает, Пилат, что он имеет власть помиловать или отдать на распятие. И суперком говорит, почему ты со мной не хочешь разговаривать, ведь от меня все зависит. И зная вот это, он все-таки жажда тщеславия, жажда славы, богатства, страшное. Один из самых страшных искушений это искушение властью. Помните, что дьявол, искушая Христа, именно в конце предлагает поклонись мне, я отдам тебе власть над миром. То есть поклонись мне, и Христос говорит, отойди от меня, не кланяйся никому, кроме Бога, да, не поклоняйся, напоминает заповедь иудейскую. Так вот, повторюсь, что для Пилата оказывается личное положение, личная власть, личный социальный статус гораздо важнее справедливости. И он готов идти на несправедливость, на вот эту страшную казнь, ради того, чтобы остаться прокуратором, остаться властителем вот этой области, на которой он поставлен императором. А еще не дашь на распятие, ты не друг Кесаря. Всякие дела, делающие себя царем, не друг Кесаря, а он делает себя царем. И ты это знаешь. И тогда, в общем-то, все. Вот это, повторяю, этот довод приводит к тому, что Пилат отдает на распятие. Ну, как он показывает свою власть и презрение к иудеям, помните, да? Он показывает им, что вот он сделал это, только по их настоянию, вот на этой табличке сверху, помните, да? Он что пишет? То есть, на этой табличке писали, за что человек распят. И он пишет, Иисус Христос, царь иудейский, издеваясь над ними. И когда приходят евреи, говорят, убери, зачем ты написал, что он царь? Это он свал, мы же не считаем царем. Пилат презрительно отвечает, что я написал, то написал. Все. Он показывает, что власть его все-таки есть. Но, коль вы заставили меня казнить его, то я показываю, что вы казните вашего царя. И вот этого вы никуда не денетесь. Что я написал, то написал, и снимать я ничего не буду. 15-го зоны при патийском Пилате и страдавшие погребенно. Что еще очень важно, почему мы понимаем имя Пилата? Давайте, Пилат жил в определенную историческую эпоху. Правда, да? И мы знаем, что в то время у разных народов были разные календари. Счет календарный шел, ну, по-разному. Я не буду говорить все эти системы для календаря. Кто-то жил по лунному календарю, кто-то по солнечному календарю и так далее. И поэтому очень важно было зафиксировать эту эпоху через какую-то историческую личность. Если вы помните историю такого нашего известного историка Костомарова, то как его историю? Он пишет о конкретных исторических личностях. И через этой личности, через жизнь этой личности разговаривает ту или иную историческую эпоху. Так вот, когда мы указываем о том, что Христос был казнен при Пилате, мы тем самым подчеркиваем определенную историческую эпоху. Можно по-разному судить, в какие годы он жил по одному календарю, по второму или по третьему, но мы четко можем сказать, что вот это эпоха вот эта. Ну, давайте, чтобы как-то понять еще, как важно о личностях говорить, что привязка исторических событий к какой-то личности, это помогает по-следу, по-тонкам определяться в историческом плане. Когда нам говорят, что вот Христа не было. Вот мы не верим, что Бог был на земле. Здесь можно поставить вопрос в двух плоскостях. Ну, хорошо, можно не верить в Иисуса Христа как Мессию, как Сына Божия, но такая историческая личность была или нет? Как? А вот на что мы можем опираться? Они говорят, а мы не верим. И вот очень часто говорят, а я не верю. Вот, батюшка, что было? Это выдумки ваши, вот выдумали, что был такой человек, Иисус Христос, ну, хотя бы по человечеству, как историческая личность. И здесь иногда мы впадаем в тупик, ну, как? А как мы можем с ним что-то доказать? Ну, давайте возьмем простую историю. Вот был такой поэт Гомер, знаете, да, Илиада и Одиссея. Он жил за 300 лет до пришествия Христа на землю. Откуда мы знаем, что Гомер был? До нас дошло пять или шесть манускриптов, ну, то есть, это пергаментов таких козьных, где написаны вот эти произведения Гомера, Илиада и Одиссея. То есть, он написывает вот эти пунические войны, войну Рима с Карфагеном. То есть, Рима с Троей. И вот, после того, как Шриман гомера запишет за 300 лет до Христа. И вот, проходит время, Троя погибла, римы ее разбили, разграбили, ее занесло песком, проходит много веков, и вот люди, археологи хотят отыскать Трою. Археологи ищут, копают, никто не находит. И появляется такой купец немецкий, Шриман, который, ну, женится на русской девушке, приезжает в Россию, живет, и несколько лет, он, знаете, что делает? Он изучает гомера. Он день и ночь читает гомера, читает произведения вот гомера, Элиада и Одиссея. Он хочет раскопать Трою. И он собирает карту с этими литературными произведениями. Он долго это делает, потом собирает команду рабочих, выезжает на место. Первый год он капывает, ну, по его пониманиям, как вот согласуя вот это литературное произведение с историческими событиями участок, а на второй год раскапывает Трою. То есть, как же гомера не было, когда вот, посмотрите, вот шесть манускриптов, а вот историческое событие, подтверждающее, что он все писал правильно, потому что мы Трою раскопали. Как вы думаете, сколько у нас есть сегодня манускриптов о том, что Иисус Христос жил на земле? Более тысяч. Тут шесть, и мы верим, что гомер был. Тут более тысячи, и мы говорим, а знаете, я сомневаюсь. Тогда вообще все можно поставить под сомнение, абсолютно все. Я не верю никакой летописи, вообще не было там, не было Рима и так далее, и так далее. А кто видел Рим? Никто не видел, а мало ли, что это за раскопки, это может было там и не две тысячи лет назад, а сто лет, пятьсот лет назад и так далее, и так далее. То есть, все-таки к чему-то историческая наука нас призывает. И потом, чтобы была такая историческая личность, как Иисус Христос, мы можем судить по тем манускриптам, которые до нас дошли. Наиболее, вот, пожалуйста, если хотите, можете посмотреть кумранские, свитки, кумранские находки. Значит, в 1949 году мальчик в Палестине пасет стада, надвигается гроза, он хочет укрыться, у него стадовец останется, а он укроется в пещере. Но в пещере бывают змей, поэтому мальчик, предварительно выгоняя змей, бросает в пещеру камни. И вдруг слышит некий звон. Когда он приходит в пещеру, он видит массу сосудов, закупоренных, в которых находятся вот кожаные свитки. Они огромные, там их просто огромное число. И, слава Богу, их удалось сохранить. Эти свитки, вот как раз тех сект Иисея, тех людей еврейской национальности, которые не приняли Христа, но так или иначе отражая историческую действительность, они написали об этой личности, что она была. То есть, вот сколько у нас свидетельств есть, чтобы был Христос. Иосиф Славик, знаменитый еврейский историк, который рассказывает о иудейских войнах, он отмечает, говорит о личности Христа, что был такой человек Иисус Христос, и добавляет, если его можно назвать человеком. Ибо те чудеса, которые он творил, не поддаются никакому описанию. И поэтому, посему говорю, когда мы говорим об исторической личности, пока хотя бы только об исторической, и многие наши неверующие люди должны признать, что или тогда надо отвергнуть всю историю, все летописи, или признать, что такая историческая личность была, хотя бы как человеческая историческая личность. И вот для того, чтобы мы это как-то историю зафиксировать, символ веры вставлена историческая личность, которая соучаствовала в распятии Христа, распятого зоны при понтийском пилате, и страдавшая и погременная. Ну, повторюсь, у вас не было сомнений, как бы, ну, или вопросов, а почему, почему, ну, в общем, такую сомнительную личность, которая не сумела, не захотела спасать спасителя, вставили символ веры. По двум примерам. Ну, можно причин много сказать, но в том числе, чтобы подфиксировать это в историческом плане. Это вот понятно? Хорошо. Теперь о истрадавшей погребенной. Повторюсь, что мы никогда с вами не сможем понять тех страданий, которые испытывала человеческая природа спасителя на кресте. Если мы посмотрим католические распятия, или вот есть такой художник, по-моему, Николай Ге, в Третьяковке есть его картина Голгофа, то вот там очень натуралистически изображено страдание, ну, вот, изможденный человек, который, видно, очень страдает, ну, то, что есть в католических распятиях. Вот у нас всего этого нет. У нас есть иное духовное состояние человека, который отдает свою жизнь за спасение мира. Вот там тот натурализм, который присутствует в Западе, это вот больше сентиментальность, больше попытка выбить слезу. И, по-моему, вот это совершенно неправильно. Я вспоминаю этот известный рассказ, когда человек, которого приговорили к смерти, ему дается последняя возможность попрощаться с семьей. И вот он прощается с семьей, они уходят, потом подходит его друг, и он расплакался. Это тот, которого приговорили к смерти. Когда друг спрашивает, а почему ты не плакал вот до этого, когда прощался с семьей, он ответил простой фразой, там горе выше слез. Это очень важный момент. Есть горе, которое выше слез, которое не плачет. Это горе переживается столь сильно, что слез просто не будет. Слезы – это проявление уже некой эмоциональности. Так вот, повторяю, что когда у нас сегодня особенно мы видим вот это желание наших певцов любыми эмоциями выбить слезу, это не есть хорошо. Когда мы с хором ездим по, ну, ездили сейчас, хоров уже нет, у нас, так сказать, все распались, все вышли замуж, вот мы ездили по деревням, по школам, я всегда запрещал аплодировать. Как они и пытались, я говорил, нет, если у вас есть что-то, вот вас тронуло это пение, у вас есть переживание, храните, пожалуйста, в себе. Не надо выплескивать, потому что самая большая награда тому, кто перед вами говорит, это молчание. Вот, это самая большая награда молчания, потому что тогда все внутри переживает, когда выплескивается овация, это все поверхность, все мелко, все по-настоящему. Сегодня мы, кстати, вот это и видим. Главная, вот некая сентиментальность, ну, песни разные о маме, там, о родине, и все с таким надрывом, с таким внешним антуражем, что просто смотреть не хочется. Ну, глубины нет, нет глубины. Ну, видимо, и личность вот этих людей настолько мелка, чем главное, чтобы люди вот некого эмоционально там прослезились. Это не очень хорошо, это не глубоко. Вторая, самая большая награда, когда заканчивается, идет молчание. Это самая большая награда и тому, кто говорит, и для выступающего, наверное, артиста. Мало кто это, ну, многие, в смысле, я вот знал тех, кто понимал это. Когда я заканчиваю играть и молчат, значит, я достиг своей цели. Игра была действительно, ну, как-то вдохновенная, была вдохновенная. Когда взрываются аплодисментами, значит, глубины не получилось. Так вот, повторяю, когда мы смотрим распятие, пожалуйста, подойдите не просто эмоционально, вот, плачем вот за нас, поймите вот глубину страданий, и она не написана на лице, это совсем, и вот наше православное распятие, там нет страданий, там все по-другому, там духовное состояние человеческого, человеческой природы, которая сознательно отдает свою жизнь для того, чтобы спасти своих чад. Это бесконечное состояние любви. И вот, когда мы иногда не понимали, ну, как это в древнем мире христиане шли, вот, ну, вот я беру своего святого, каждый должен знать житие святого, свое, Евгений Тарфизонский, то есть, они проповедуют Христа, приходят римские воины, которые пытаются вот этих зачинщиков этой проповеди поймать и ловят его друзей троих, а Евгений скрывается, но узнал потом, что друзья пойманы и готовят к казни, сам является добровольно. Это не какой-то безумный поступок, это не какое-то высокое геройство, это состояние любви укрепить людей в этом последнем, их исповедании, смерти. И это, повторяю, это именно состояние бесконечной любви, которую мы видим в первой христианской общине, которая потеряна у нас. В общем, даже внутри общины, да, но не можем найти общего языка, мы об этом поговорим подробно, когда будем разбирать тему церковь, а сегодня я просто предваряю и говорю, что вот самое важное, потеря любви, это не чувствование друг друга. Посмотрите, если мы вместе причастились, мы братья и сестры, поскольку у нас тело и кровь Христа, то, в принципе, воевать против себя очень трудно. Повторюсь, тема церкви, которая у нас будет в следующем, но сегодня немножко коснемся и на следующих занятиях, она очень трудна, сложна, и опережая немножко, напомню, что рациональное определение, что такое церковь, нет, и не может быть. Есть много разных определений, и в то же время мы можем сказать, скажем, апостол Павел говорит о церкви тела Христова. То есть все души людей крещённые объединены в некий духовный организм. И когда человек умирает, он уходит из этого организма в тот мир. Ну давайте, представим, вот это, какое-то тело. Это наши души. Души людей. Вот если вот этой душе плохо, кому плохо? Всем нам. Ну кто-то ближе к этому человеку, находится, ему более близко, семья страдает от того, что ему плохо в большей степени, мы в меньшей степени. Ну как можно наносить боль тому, кто является общим телом с тобой? Если болит мизинец, это не значит, что не болит там всё остальное. Конечно, болит. И вот это неосознание, что мы тело Христово, что мы единый духовный организм, приводит к тому, что любви-то и нет. Потому что, ну вот когда я слышал даже в общине у себя, я не могу простить, я не могу пока примириться. Ну это абсолютное непонимание вот этого духовного состояния. Ну хорошо, ты не молишь, она или он в боли, ты в боли. Значит, страдаем все мы, и вам всё равно? Хочешь сказать, а тебе всё равно, что я от этого страдаю? Я-то тебе чего сделал? Ничего? А что ты меня так ненавидишь? Потому что нелюбовь к своему собрату, к своей сестре, это так или иначе бьёт по мне. Мой грех, так или иначе, если я грешу, распространяется на всё окружающее, рядом стоящие души. Потому что, если человек сильно грешит, мы, может, не осуждаем его, мы терпим, мы ничего не говорим, но если он грешит, он должен понять, что больная душа является болью для всего организма. И вот когда наступит время, когда здоровой части организма останется очень мало, и эта здоровая часть уже не в состоянии будет вернуть вектор сюда, потому что это слишком задавит, вот тогда пойдёт обратный отчёт, начнётся программа апокалипсиса. То есть, когда уже всё невозможно вернуть. Как пророк Даниил говорит, через 77 придёт Мессия, родится Христос. Почему? Потому что вот духовные силы корнем Давидовым, родом Давидовым набрана такая, что их уже не остановить в этом стремлении духовного восхождения. И с помощью Божьей, ну ни в коем случае не насилуя личность человеческую, Бог помогает этому восхождению, которое заканчивается венцом рождения Божьей Матери. Вот настолько люди уже укоренились в вере, в любви к Богу, что они идут вот к этому, восхождая, по ступенькам поднимаясь и наканчивается вот этим. Так и будет обратно. Отступаем их. Так низко пойдём, что с какой-то момент всё, пропасть, и чтобы когда кого-то остаток спасти, начинается эта трагедия апокалипсиса, а ради спасения остатка людей, которые, и как Христос говорит, что если бы не сократились эти времена, то не спаслась бы никакая тварь. Но ради спасения избранных, то есть малого стада, наступает апокалипсис. Иначе мы бы не выдержали просто этого внешнего напора зла, и все бы так или иначе преклонились к отлу, и все бы погибли. Но ради спасения наступают вот это последние времена. И поэтому, когда мы думаем, что вот когда они наступят, вот тогда-то мы покажем всю свою богословную, богословскую силу, мы ни за что там не примем то, не примем то, вот это напрасно. Если мы сегодня не можем отказаться каких-то от косметики, от каких-то неправильных, неправильной одежды, то кто не верен в малом, тот будет не верен в большом. И начинается все действительно с малого. Разве так трудно соблюдать минимальные требования, хотя бы малые? Так нет же. И вот когда спрашиваешь, а почему, объяснения нет. Духовного объяснения никакого нет. Но я так привыкла. Меня никто не поймет. Так меня никто не должен понимать. Что такое святой, отделенный, не такой, как все. Если мы пришли в церковь, не надо эпатировать это, вот я тут верующий, но всем своим поведением, всем своим, даже внешним видом, мы должны показать, что мы православные христиане. Это и будет вашей проповедью, вашим крестом, когда вы не смешиваетесь со злом, а стараетесь отойти от зла или преображать зло, делать его лучше, глядя на вас. Многие, очень многие девчонки, которые ходили у меня на клиросе, мне как-то дали вопрос, это ты там создал секту в длинноюбочниках. Я говорю, я не создавал никакую секту, просто они ходят так, как положено православной девушке. Удивительно, но все вышли замуж, абсолютно все. Почему? Потому что была загадка, тайна, что всегда является в общем, неким для мужчин определенная красная тряпка для быка, ну как это, вот так вот, она вот закрыта и со мной не хочет общаться, все же они немножко эгоисты, тщеславные, как это, их и не любить. Ну вот так, если ты не воцерклен, если ты, на тебя ничего внимания не обращать, ты вообще для меня, я помню, когда задала девочке один вопрос, ну почему ты не обращаешь на него внимания, он так прилежно ухаживает за тобой, а мальчик со стаительных родителей избалованный, сказал, батюшка, так как же я от него рожать-то буду, это сколько сил надо потратить, да нету, я найду кого-нибудь приличнее лучше. То есть, она совершенно спокойно знала, подумала, зачем, ну что я тут, рожать от него буду, не знам о кого, потом воспитывать, да жалко мне себя, свою душу, сколько сил тратить, еще не хватало, ну мало ли, что я ему нравлюсь, а он мне вот, а меняться он не хочет, она сказала, а меняться он не хочет, он сказал, я согласен, что ты будешь верующий, но я нет, ну нет и нет, до свидания, вопроса нет, почему человек любит свою душу, он хочет ее преображать. Теперь давайте мы же закончим вот в понтийском Пилате. Вы знаете, если вы посмотрите житие этого, ну не житие, это неправильно, судьба этого человека, она, в общем, кончается очень тяжело, трагично, как кончалась трагичная судьба всех, кто так или иначе принимал участие в этом голгофской трагедии, и в конечном итоге все кончается, ну для Иуды, вы знаете, да, то есть Иуда есть возможность покаяния, покаяния, которое приносит Петр, но Иуда откатывается от этого возможности, и давайте еще раз поймем, что Хрис, когда говорят, вот есть такое, но если ему было предначертано предать, так в чем его вина? Понимаете, здесь надо понять состояние свободы и предначертания. Вот, я не помню, кто из давних древних юмористов говорил, что легко предсказать будущее, разве кто-то сомневался, что за весной наступит лето, а за летом осень, а за осенью зима? Разве кто-то сомневался, что за вечером наступит ночь, а за ночью не утро, а потом день? Да нет, конечно, все понимают. Так вот, предначертаность и свобода, это союзное соотношение, это действительно глубокая тайна, но при этом мы четко понимаем, что Бог никогда не насилует и не мешает человеческой воле. Все наши грехи, это наше желание, наша воля, наши действия. И ни в коем случае они никем не спровоцированы извне. Более того, мы видим, что Христос всеми силами пытается остановить предательство Иуды. Помните, да? Во-первых, Он предупреждает, что один из вас Меня предаст, и на последнем тайном вечере Он говорит, что кто Меня предаст тому, кто мой Адам обмакнул, вот кусок хлеба и отдам, и отдает его Иуде, и в последнем Он говорит ему, то, что задумал, делай скорее. Как бы говоря о том, что Я знаю, что ты собираешься Меня предать, и делай скорее. Тем самым, обличая его, что вот все известно, и откажись от своего намерения, но Иуда не отказывается. Предательство Иуда отдельная тема, я не знаю, если у нас в лекции останется время, мы рассмотрим, что толкнуло Иуду на предательство своего учителя, ведь он не сомневался в божественности Христа. Вы помните, что когда Христос 12 апостолов посылает в мир с целью просвещения и научает их, как исцелять болезни, как подскрещать умерших, Иуда обладает этими знаниями, он совершает все эти действия, то есть он не может сомневаться в подлинности Мессии, но почему же он предает? Что толкает Иуду на предательство? Вы знаете, это отдельная тема исследований, я читал несколько монографий больших, как версии, конечно, это все версии, и ни в коем случае никто не претендует на окончательную истину, это тоже некая тайна, как любая человеческая личность, тайна, тайна Иуда тоже есть, почему он предает того, кого так долго ждали. И здесь есть, повторю, разные толкования, если будет время, рассмотрим, но так или иначе, вот сын человеческий предается в историческом плане людьми, которые во многом понимали, и Бог их всячески останавливал от этого зла, но они, это был выбор их, то есть воля человеческая не была повреждена, и Бог никакими силами не пытался их остановить, если они этого желали, никто его по руке не бьет. И вот в этом плане, повторяю, все исторические участники этого Голговского трагедии, они все понесли наказание, вы помните, да, потом римляне берут штурмом Иерусалим, осаждая его, и во время осады, когда не было ни пищи, ни воды, там даже людоедство началось, и вообще была страшная трагедия, а потом их десятками, сотнями тысяч римляне распинали, за то, что они вот не подчинились Риму, держали осаду, боролись, осада Рима делалась достаточно, осада Иерусалима делалась достаточно долго, но все они были наказаны очень сильно, за эту страшную трагедию, которая разыгралась во время Голгофа. Распятого жены при Патийском Пилате и страдавшая погребенно. Далее, воскресшего, в третий день по Писанию. Первое воскресение Христа. воскресшего, в третий день по Писанию. Иисус умирает на кресте достаточно быстро, к удивлению даже Пилата, когда Иосиф Аримафейский просит тело, и Пилат уточняет у сотника точно ли умер Христос, и когда узнает, он отдает ему тело. Для Иосифа Аримафейского, одного из руководителей еврейского народа, это был огромный подвиг. Он рисковал всем, и положением, и властью, и даже жизнью. И все-таки он идет на этот подвиг, потому что он тайный ученик Христа. Вот здесь свое положение, свою власть, свое богатство, даже свою жизнь, он ставит ниже этого подвига. Он должен похоронить своего учителя божественного. Это можно сделать, только имея глубокую веру и любовь к личности спасителя. Надо сделать все до захода солнца. Времени почти не остается. По иудейскому обычаю умершего надо было одеть во все одежды, завернуть в плащаницу, потом пропитать это растворами, благовониями, маслом, чтобы тело не разлагалось слишком быстро, поскольку в Палестине жарко, и от жары все разлагается. Но времени нет. Все делается очень быстро. Поэтому, наверное, одевать, как вы помните, одежду Христа воины разыграли, разделили, а хитон разыграли по жребию, как это в пророчестве указывалось. Разделили ризы мои, одежды мои, меташи с жребией. Это в салмах написано. То есть, как много пророчеств было написано о Голгофской трагедии задолго до того, как она состоялась. И вот Пилат, ой, простите, Иосиф Аримафейский гамалерил приносит мира более 100 литров, пропитывает плащаницу, ткань, и заворачивает тело Христа, на голову надевает сударь, платок, но, возможно, покрывает пеленами и помещает в пещеру этот гроб, который Иосиф Аримафейский делал для себя. В данный момент он хоронит там Христа. Привален камень, все. И через три дня, когда мироносицы, ой, на следующий день, когда мироносицы идут помазать тело Иисуса, не на следующий день, вот, воскресенье, да, они идут, тогда слово воскресенье было первый день недели, они идут помазать тело Иисуса, и надо восполнить то, что они не успели сделать в те короткие минуты, когда были погребения. Они идут, и видят камень отвален, и ангел возглашает им о воскресении Христа. обращаю ваше внимание, что первыми удостоятся этой вести благой женщины, как самые верные и последовательные его защитники и служители. Они служат ему беззабетно, безотказно, бессребренно. Все эти женщины служили Христу во время его жизни. И вот первым им является ангел, открывает эту благую весть, воскресшего в 3-й день по Писанию. Воскресение Христа это центральное событие нашей веры. Апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то и проповедь нас учетна, и мы самые большие обманщики. Тогда Евангелие это сплошная ложь. И поэтому воскресение это действительно самый большой праздник, это центр нашей веры. Потому что если Христос не воскрес, тогда вся наша проповедь бессмысленна. Это центральное событие, вокруг которого и формируется столб нашей веры. Вы знаете, у нас есть 12 праздников, 20-й праздники, знаете, да? Ну, Рождество Христово, Преображение, не буду все перечитать, ну, запомним, что там, значит, 4 Богородичных 20-й праздника, но остальные 2, троица и Водвижение Креста, ну, вот они общие, остальные так или иначе связаны с Личностью Спасителя. Пасха. Какой праздник? 20-й или нет? Это праздник праздников, то есть это выше всех. У нас есть 12 праздников больших, а вот Пасха в них не сходит. Воскресение Христа выше, это праздник праздников, то есть это не праздник, как отдельный, а вот над всеми. Это надо хорошо знать, и иногда вот такой вопрос задают, какие вы знаете 20-й праздники? Начинают перечислять, говорят, это Пасха, только надо сказать, Пасха это не 2-нанесетый праздник, это выше, это праздник праздников. Это главный праздник в нашей православной вере. И вот тогда, после того, как апостолам Богородицы говорят о том, что Христос воскрес, да, кстати, еще один момент очень важный. Мария Магдалина, она стоит и плачет, и сзади подходит Христос, она, оглядываясь, принимает его за ветра градара, за сторожа, и спрашивает, где он куда-то его положил, скажи, я найду, я возьму его, положу на место. Скажите, пожалуйста, почему она не узнает спасителя? Она ведь 3 года ему прислуживала. 3 года Мария Магдалина ходила за Христом, помогала ему, ухаживала, готовили там женщину, как женское служение Марфе. Почему она его не узнала? Вы не задавались вопросом? Вот интересно. Она же, ну как она его не знает, если 3 года она с ним общалась каждый день. И вдруг она, поворачиваясь, принимает его за сторожа. Давайте запомним, вот мы с вами после воскрешения будем иметь другие тела. Потому что после воскресения это уже другая плоть, обоженная плоть. И что они его знают? И вы помните, апостолы, которые идут с ним, Лука и Клеопа, тоже не узнают. Хотя он с ним идет целый день, проповедуя, они тоже не узнают. Когда на море Тевериатском они ловят рыбу, и Христос подходит к берегу, они ее тоже не узнают. То есть, внешность после воскрешения изменяется. Это нам хороший урок, что мы будем настолько красивы в том новом мире, насколько красива будет наша душа. Хотя бы из чисто эгоистических соображений я всем советую подумать о красоте вашей души. Потому что там уже навсегда. Теперь немножко о тринадцатом апостоле. Вы знаете, что есть такое у нас, помимо двенадцати апостолов, которые проповедовали, есть тринадцатый апостол. Знаете, это что? Никто, а что? Это Туринская плащаница. Туринская плащаница это именно та пелена, в которой был обернут Христос. Почему Туринская, она хранится в Турине. И ее история это достаточно отдельная и длинная лекция. Интересно почитайте, когда она была обретена, как она путешествовала по миру, когда она была найдена. Вот на этой плащанице как бы отображен человек, как будто ожогом каким-то, вот эту ткань обожгло, то есть четко значит, что там у него, ну и ребро, и он избитый, я не буду все это говорить, бичевание, исполосован, потому что плащаница она полностью оборачивала, и Христос полностью на ней отобразился. Никакие научные изыскания, никакие научные опыты пока не могут сказать, каким образом было нанесено такое фотографическое изображение. То есть наука современная пасует, она не знает, как это могло быть нанесено, каким способом, какой химическая реакция или какими способами наука здесь откровенно пасует. Хотя плащаницу давали на исследование, дважды, по-моему, брали маленькие кусочки на ученые, пытались ее, так сказать, всеми научными способами обработать, чтобы понять, каким образом нанесено изображение человека, который вот был обернут в эту плащаницу. Ответа нет. Поэтому Туринская плащаница это своеобразное доказательство смерти и воскресения спасителя. И вот так просто отвергать, как это многие делают, даже я не понимаю, насколько человечество обленилось, что хотя бы вот исторически прочитайте все, посмотрите все, оцените и сделайте выбор. Так ведь лень. История Туринской плащаницы для многих остается ну такой невостребованной историей. Да, есть, ну и что? Ну как что? Это история 13 апостола. Очень интересно, со всех сторон интересно. Там еще один момент, который мы с вами должны запомнить. Если вы помните, Петр бежит к могиле, пещере, апостол Иоанн опережает его, но входя, апостол Иоанн принят, видит ризы, лежащие, и сударь, свит, лежащие на особом месте. И вот когда апостол Петр входит, там написано, Иоанн сходит вслед, и увидев, уверовал. И когда они задумывались, почему он уверовал? Что значит уверовал? Потому что если вы воруете тело, вы все разбрасываете, правда? Ну вот вы воруете, вы раскидываете, но когда он видит, что клад с головы, все цвет особо, и лежит на особом месте, он понимает, что воры так не поступают. И он начинает верить в воскрешение Спасителя. Какая маленькая деталь. И вот, может быть, еще касаясь, я говорю, ну мы сегодня разбираем вот это. Давайте еще раз помним, когда ангел является мироносица, он отвечает им, идите, скажите, ученикам, его ученикам, и Петрове, о том, что Христос, баряй, то есть ждет в Галилее. Не обращали внимания, почему, скажите, его ученикам, и Петрове? Потому что, в принципе, Петр уже не мог считать себя учеником, он отрекся. Если бы он сказал, скажите его ученикам, это точно, что Петр, ты-то не ходи. Какая любовь к своему апостолу? Он выделяет, заранее как бы показывает, что он его прощает. Скажите его ученикам, сводите его ученикам и Петрове, чтобы он тоже шел встречать Христа в Галилее. Ну, неземная любовь. То есть он заранее понимает, как мучается Петр, отрижды отрекся, публично, в общем-то, от Христа, какого его состояния и утешая его, он заранее. Говорит, скажите его ученикам и Петрове, что он ждет его в Галилее. Второе, Евангелие надо читать очень внимательно и понимать, что каждое слово порой несет огромную смысловую нагрузку. И поэтому, когда, повторюсь, мы так лениво относимся к чтению Священного Писания, я считаю, что читать его надо по правилам каждый день хотя бы понемножку. И не просто механически читать, а стараться понять, ибо там несколько глубин. Можно взять комментарии, Евангелие с толкованием, у меня очень много, и Барсова, и Гладкова, но не буду всех перечитать, и Иванова, но много разных. Повторюсь, ни одно толкование не исчерпывает ничего до конца, там бесконечное количество смыслов, но иногда просто поражаясь самому себе, что вот читал, читал, а потом думаешь, ну как же я этого не видел? Ну как я вот этого не видел? Совершенно четко все понятно, а я этого не видел. Читал 20 раз, только на 21 раз, вдруг понял, а почему Петро сказано отдельно. Я читал, сколько раз я Евангелие читал, никогда не придавал значения вот этому отдельному приглашению на встречу Петра. Ну давайте еще раз воскресшего среди дней по Писанию. Итак, Христос воскрешает, и вот это главное событие для нас, праздник праздников, теперь говорит о том, что смерти нет. Если мы посмотрим на поведение апостолов, то, повторяю, вот хотя бы поведение апостолов может нам говорить о том, что Христос воскрес, потому что они все бросают свое божественное учителя, как он и предсказывал, и разбегаются, и находятся в страшном унынии, потому что раз он умер, значит, это не тот Мессия, это какой-то пророк, великий пророк, наделенный даром божественным, но все-таки не Мессия. Мессия не мог умереть. Давайте вспомним, что воскрешение было и по молитве пророка Илии, и по молитве пророка Илисея, это еще в древнем Ветхом Завете, Господь воскрешал по молитвам этих пророков, воскрешал, ну, сына Серебрского Давыда, там еще одного человека по молитвам пророка Илисея, но тут-то все совсем по-другому. Потому что никто не молился, и как Христос воскрес. Представляю, это такое центральное событие, непонятное ни для кого, но вот если Христос воскрес, то все поменялось у нас. Давайте посмотрим Фому. Фома не присутствует в тот момент, когда Христос приходит к дверям затворенным к апостолам. Когда он приходит, и апостолы говорят ему о том, что был Спаситель, он говорит, не верю, пока сам лично не вложу персты в его раны. Почему Фома имеет право подобное говорить, как вы думаете? Говорят, Фома не верующий, вот все, но Фома четко имеет обоснование, потому что он понимает, что если Христос воскрес, то все должно измениться. Весь мир должен стать другим. Апостолы действительно, когда они видят воскресшего Спасителя, они больше ничего не боятся. Они не боятся смерти, их ругают, их выражают казнью, они говорят, ну и что, ну пожалуйста. Там вот, когда апостол Иоанна и апостол Петра хватают служителей Синедрона и допрещают им проповедовать о Иисусе распятом, они говорят, нет, будем. Кого надо случиться, Бога или человека? То есть, можете делать все угодно, мы все равно будем проповедовать. Почему они не боятся? Они знают, что смерти нет. Как таковой смерти нет, эксперимент поставлен совершенно чисто. И чего ее бояться, если ее нет? И поэтому вот поведение апостолов говорит нам о том, что Христос действительно воскрес. Но Фома не верит. Фома не верит очень просто. Он понимает, что если Христос воскрес, все должно измениться. А он видит учеников точно такими же, какие есть. Все изменится потом, через Пятидесятницу, когда сойдет благодать Святого Духа. Вот тогда все изменится. Но пока эта пауза есть, Фома не понимает, ну как, если Христос воскрес, и он явился, и все должно же измениться. Он не знает, что благодать Святого Духа еще, так сказать, придет попозже. И поэтому он требует, пока сам не увижу, не поверю. И в какой-то мере он прав. Потому что он понимает, что все в космическом плане должно уже измениться. А окон не изменилось, то, простите, пока не верю. И помните, когда Христос приходит и говорит ему, принеси руку твою и спайдами, Христос мой и Бог мой. Ну, в общем, да, ну и может быть заключение. Давайте посмотрим, как может измениться вера под воздействием внешних. У нас самый главный праздник воскресенье, Пасха. Как смысл прихода Христа на землю, как центральный праздник нашей веры. На Западе у католиков центральным праздником явилось что? Рождество. Совершенно другой подход. И почему Рождество плавно перетекло из церкви в супермаркеты? Потому что главное это подарок на Рождество, главное это то, главное это то, главное праздник. Потому что перед Пасхой надо еще пройти Голгофскую Страстную неделю. Надо пережить Голгофу. А Запад не хочет страдать. Запад хочет наслаждаться жизнью. И поэтому Пасха убрана как не главный праздник, а главное Рождество. Ура! Там нет никаких страданий. Там есть праздник, подарки, все, и надо вот ходить и радоваться. Но ради чего он родился-то? Он родился ради вот этого воскрешения. А вот цель конечная, неважно, главное вот это событие Рождество, все Бог с нами. Ну а дальше-то что? А дальше надо готовить себя, чтобы воскрешение твое было достойным. И вот это, повторяю, грустно, это мы видим, как может выразиться даже на уровне праздников понимание Евангелия, понимание тайны Божьей по спасению человека. Рождество еще нас не спасает. Рождество это только преддверие того, что мы выиграли в битву со злом и сумели принять Бога в свой мир. Дальше надо выслушать его проповедь, принять ее, принять и сделать смыслом своей жизни и только на основе вот этого фундамента подниматься, готовиться к вознесению, готовиться к смерти. Но, к сожалению, сегодня, я повторяю, на Западе вот Рождество стало главным, и это, на мой взгляд, говорит о совершенном падении смысла духовной жизни на Западе. Все, я заканчиваю, Татьяна. Здесь, да. Вопросов нет? А, да. Батюшка, вот такой вот вопрос. Мы знаем, что есть ульганские грязи. Да. Имеет такое отношение к правительству и политической жизни? Имеет. Значит, нет. Ну, там, как бы, это и числение. Да. Сейчас у нас какой год от жертвы, как он? Ну, 2014. 2013. Ну, понимаете, я не буду спорить с вами сейчас. Давайте, значит, по календарям и сядем отдельно и поговорим. Я просто говорю, что, если вам надо, какой календарь правильный, благодатный огонь сходит по юлианскому календарю. Правда? Все. Мне остальное не важно. Вы можете говорить о том, что там вот исторономически меня это мало волнует. Я говорю, благодатный огонь сходит по юлианскому календарю. Если вас это не устраивает, а меня устраивает вполне. Вот это истина. Знаете, есть вопрос, что выбрать, сказал, по-моему, Достоевский, если выбирать между истиной и Христом, я выбираю Христа. Благодатный огонь сходит по юлианскому календарю, для меня он правильный. А остальное меня мало волнует. Если мне сейчас докажут астрономически, научно, что сегодня 2013 год, меня это не будет волновать. Я скажу, 2014, потому что по юлианскому календарю, когда благодатный огонь сходит по нашему календарю, 2014. А остальное меня мало волнует. И все научные споры я отметаю. С духовной точки зрения меня вот это устраивает. Новый год не может быть перед Рождеством? Да, понятно, не может быть. А у нас Новый год когда? 14 января. По юлианскому календарю Новый год, помните, да, старый Новый год, 14 января. Конечно, странное дело. Бог приходит в мир, а мы говорим, Господи, прости, мы уже в новогоднем празднице отпели, отпрестали, напились, и не до Тебя, Господи. Конечно, Новый год продолжение Рождества. И был он 14 января. А то, что наша власть вот наше страдание и наша боль. Царский режим жил по юлианскому календарю и Новый год был 14 января. Вы что-то не знаете? И старый Новый год, по-моему, все еще у нас празднуется. До свидания.